друзья всех приветствую сегодня мы с юрисом он продолжает нам помогать до работаем сегодня уже доделали в шиши и установили фароискатель юрис нам помог это сделать также установили бачок на pjd это тоже такая работа тяготная ну часик ты провозил потихоньку восстанавливая он вот такой дотошный человек молодец мне нравится как он делает но сейчас начался дождь блин и он нам не дает работать поэтому мы решили прокатиться на шиши и юрис хочет прокатиться и я думаю это будет достаточно интересно почему потому что комплекция юриса такая серьезная поэтому видео будет веселый сейчас попробуем запуститься и заодно покажу вам что он там поставил и как выглядит теперь шиши и дали крепление оригинал все там поставили вот смотрите как теперь кран классно на интересно он горит и мне все крутится все смазано все работает это хорошо сейчас я заведу шигу и попробуем включить его может он и работает или заблоке хотя подожди может надо будет подкачать так подсос чик-чик-чик-чик-чик газ понял дождь без вопросов все заблокировал не знаю вот смотри работает нет нет нужно рассмотреть может это ли не как-то тут подсоединю но я посмотрю тут так подходит или нет потом посмотрим хорошо может это не этот вообще или этот этот так счет как шиши заводится мы с тобой и и заводили мы вчера друзья заводили и получается заводили и она завелась полтыка просто бензин подключали да все сейчас пойдем ворота откроем и будем вылежать завариваем чай устраиваемся удобнее все только сейчас начнется так посмотрите видите нормально тут шиши и место дают не очень норма военная техника все нормально все выезжаем мы здесь просто чуть-чуть прокатимся даже давно на шиши и не ездил сам но шишили легенький такой неправильный закрыл кабину того не отвалимся вниз правильно рычаг до большой до шиши га бензиновая понимаю с ней нужно искусство то есть ее нужно найти с ней общий язык и тогда все получается включать переключать передачи вызывать не глопнут очень интересная машина руль очень легкий такой как камазе и нравится и вообще Маленькая машинка, малюбаска, да? Маленькая машинка, малюбаска, да? Маленькая машина, малюбаска, да? Маленькая машина, малюбаска, да? Маленькая машина, малюбаска, да? Маленькая машина, малюбаска, да? Он комментарии читать не умеет на русском языке, так что можете не писать. Как она выключается, эти щетки, блин? Давай снимем, как ты залазишь. Что получится у тебя? Она вот так, да, да? Слушай, большая кабина получается. Кто сказал маленький? Ну потихоньку, ездить быстро, не ездить. Ну как обычно, да. Видишь, смотри, вот первая, вторая, третья, четвертая и задний ход. Слушай, ты скучал? Ну как тебе? Нормально все, я пошел. Но она уже... Остановилась, да, я понял. Даже двойной выжим делает, видали, пацаны? Ну потому что он работал на газоне. Он говорит, давно-давно в молодости. Очень-очень давно. Да, да, давай. Маленько, надо... Да, надо руль меньше сделать. Ты тут кружок, вот они. Только смотри тетушку. Вот так нормально, можешь выворачивать. Очень легко, очень. Разворачивайся, разворачивайся. Сюда, 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 сюда. Там можно и по траве ездить. Женщина что-то сама с собой разговаривает. Какой классный грузовичок, говорит, явно. Так что-то смеется и смотрит. Ешь, молодец. Не, ну у него классно получается. Вопросов нету. Большие солдаты тоже, может, нет? Да. Дикий дед. Так, смотри, тормоза. Тормоза, друзья, у нас все равно где-то со второго качка. Да. Перегазовочка. Ну, или вторую. Вот там, видите, сделали забор нам, блин. Мы теперь туда ездить не можем. Это косяк, который мне не нравится. Видите? Может, кто-нибудь порвет его когда-нибудь. Так, ну, оффроуд. Юрис оффроуд, давай. Первые его слова были, мы там проедем. Давай левее, чуть-чуть, чуть-чуть левее. А то там бампером упремся. Ага. Вот так. Ну, как ты ехал? Ну, я чуть дальше ехал. Ну, да. Ну, нормально, нормально. Ну, страшно? Да, мы чуть-чуть уперлись уже бампером. Ну, поехали, уже пофиг. Ну, наверное, на заднем приводе только. Газку теперь. Ну, это только на заднем он, наверное. А может, он напил? Не, он только это задний пил. Он, наверное, сбуксовал. Ну, давай глянем. Давай. Так. Ну, да. Не, я думал, мы... Я думал, мы бампером уперлись, но мы не уперлись. Нормально. Вон, чуть-чуть там буксанул. Угу. Ага. Это только он еще на заднем приводе, это. Ну, монстр. Монстр. Конечно, монстр. Это же Шишига. Ты помнишь легенды про проходимость этой машины? Так у нас еще резина такая, ну, не супер-пупер хорошая, но не супер-пупер. Вот. А так бы вообще опасная машина. Поехали. Давай, давай. Ну, как ты считаешь, ведь Шишига интересная машина, а? Ну, такая, знаешь, как, наверное, между вездеходами, ну, это военной техникой, как спорткар. Спорткар? Ну, да. Хе-хе-хе-хе. Ну, мнений очень много. Заодно сейчас подкачаем колесико, кстати, вот оно. Полторачку уже накачало. Ну, Шишига, она такая нежная. Вот. Ну, чувствуешь, вот она такая, ну, покататься на ней классно. Она такая маневренная, она такая вот спокойная. Она не совсем грузовик, да? Да, да. Она такая вот классная, в общем. Интересная. Интересная машинка. На КамАЗ садишься, ты сразу понимаешь, ну, грузовик. Грузовик. А здесь садишься, ну, такая совсем другая. Ну, не зря говорят, что я проектировала женщина, возможно. Конечно, женщина участвовала явно, но проектировала, конечно же, не женщина. Да. Ну, что, заложишь туда? Или еще хочешь кружок? Не-не-не, все. Аккуратненько. Если кто выскочит, то... А тормоза, тормоза, бля, тросик. Ну, все, загоняем Шишигу. Сейчас пойдем крутить КамАЗа. По КамАЗу. Я там снял уже сзади фонарики эти все. Стремянки снял тоже, чтобы покрасить. То есть, будем доустанавливать кузов. Нужно загнать на моечку его еще, отмыть раму. И будем загонять на покраску уже. Ну вот, готовим КамАЗ потихоньку. Сейчас вот покрасили стремянки. Также зачистили боковинки вот эти, которые будем устанавливать на КамАЗ. Их нужно прокрасить внутри. И как только мы их прокрасим, так сможем уже устанавливать на КамАЗ. Вот, по КамАЗу сейчас ставим стремянки. Юрис помогает. Ну, вот так будет выглядеть. Здесь, правда, как бы грязно там за рамой, но потом на мойку загоним ее, помоем. Вот, и после мойки уже в бокс на покраску. Вот так они. Здесь такие специальные заводские подставочки. Вот, так что все будет оригинале. Да, Юрис? В общем, народ пришлось снять брызговики передние с кузова. Почему? Потому что кузов сняли с машины и поставили. Ну, те предыдущие хозяева поставили просто без подпорок. И крылья подогнулись. Вот, задние нам удалось чуть-чуть разогнуть. Ну, еще чуть-чуть подогнем. А вот передние пришлось снимать. Сняли их. Также здесь подготовили всю проводку. под установку уже фонарей на заводские крепления. Вот здесь подсветка номера. Вот, закрутились стремянки. Юрис помогает, поэтому процесс достаточно быстро идет. Все стремянки установлены. Здесь вот только нужно просверлить отверстие два. Там и с той стороны не совпали. Видите? Расстояние вот это вот крепление кузова не совпало с нашим. Вот, ну а так потихоньку, потихоньку, помаленьку собираем. Сейчас уже стремянки осталось. Крылья. И, в принципе, наверное, и все. А, борт еще хочу здесь попробовать выровнять. Удастся, так удастся. Не удастся, ничего страшного. Вот, такие новости. Работаем. Да, Юрий? Все хорошо? Все происходит нормально. Все под контролем. Все будет хорошо. Как говорит Путин? Оригиналы. Оригиналы. Да, assim сколько disability. Все. Продолжаем работать. О! Знаешь как не про курбуляр? Курбулур startups. Да, ну это по нашему. Курбулур. булюет это от слова карбюратор в общем вот так будем сейчас выравнивает друзья процесс очень тонкий работают профессионалы ну вот подровняли борт теперь он выглядит красиво здесь постучим потом под шпаклю также щитки выровняли и ровненькие класс и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так вышли наши боковинки Все прокрасили, чуть-чуть там вода попала в некоторых местах Но да ладно, здесь все равно сильно не видно Вот, так что уже готовимся потихоньку к покраске, друзья Скоро КамАЗ загоним сюда Нужно будет еще нам сгонять его на мойку обязательно Все отмыть, пройтись керхером с фрезой сам кузов Потому что частично где-то краска может отлететь Потом его подмотуем немножко, где там будет необходимость И загоним сюда КамАЗ И будем начинать шпатлевать То есть выводить уже поверхности все Подгонять и, конечно же, красить Но это уже в следующих сериях Ну а на сегодняшний день мы уже заканчиваем работу Юрис уже, к сожалению, уезжает домой Он нам помог очень-очень сильно Особенно сегодня после обеда мы работнули вообще нереально То есть все стремянки все повыровняли, шишигу дособрали То есть ну очень-очень классно Ему огромное спасибо Не забывайте поставить лайк за Юриса Он уже уезжает, это грустная нота Но, тем не менее, жизнь продолжается Надеюсь, он к нам еще приедет Конечно Вот, поэтому Вам спасибо, что посмотрели эту серию Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди Всего наилучшего, крепкого здоровья, удачи, везения И всем пока Пока Субтитры подогнал «Симон»